Кошки Кошачьи – это набросок идеальной машины для убийства. Кошки Они – самые грациозные охотники в мире. Анатомия кошек отличается узкой специализацией. Они созданы убивать. Острое зрение этих охотников позволяет им замечать добычу далеко на горизонте, в чаще джунглей или в темноте. Кошки Кошки с легкостью пробираются через лес даже в кромешной тьме. Кошки 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 Охотясь в одиночку или в компании, кошки идеально приспособлены для охоты и их методы нападений отличаются. Кошки 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 Как только поблизости в скалах появится хищник, горлицы тотчас же улетят. Кошки 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 Кошка прижимается к земле всем телом. Она замаскирована и притаилась. Нужно обладать безупречным зрением, чтобы заметить ее здесь, в засаде. Дикая кошка направляет уши вперед Ее взгляд прикован к движущимся горлицам Чтобы поймать горлицу на лету, нужна идеальная меткость и скорость Африканская дикая кошка – отличный гимнаст Большинство кошек безупречно прыгают Однако это превосходит всех своих сородичей Лежа в засаде, кошка поджидает приближение избранной жертвы И прыгая, отбрасывает задние лапы назад, переносит вес на заднюю стойку Гибкий позвоночник позволяет кошке исправлять направление прямо в воздухе Она движется головой вперед, затем следует тело Кошка всегда приземляется на лапы Охота не может быть более акробатической Отклоняясь назад, опустив голову и подобрав лапы, кошка хватает горлицу зубами В воздухе схватив добычу, кошка сама себя исправляет Ее конечности, смягчающие удар, принимают на себя тяжесть прыжка Кошка расслабляется и растопыривает лапы Это увеличивает площадь сечения и замедляет падение, как парашют Это идеальное представление показывает, что африканские дикие кошки – профессиональные убийцы Этот убийца-акробат может быть относительно невелик, но в нем заключена неимоверная сила Далее, как завалить действительно крупную добычу охоте с целой стаей Львы нежатся на послеполуденном солнце, накапливая энергию Они – социальные животные, живут стаями до 20 особей Стая состоит в основном из самок, среди которых есть один-два самца Они очень привязаны друг к другу Они могут показаться безобидными, пока лениво лежат на траве Однако они относятся к самым кровожадным хищникам Африки Если представится такая возможность, голодный лев будет охотиться и днем Впрочем, эти зебры могут не опасаться льва-одиночки Зебры держатся вместе, ошеломляя льва своими полосками, или просто убегают Лев не может бегать очень быстро Довольно скоро он сдается и отказывается от погони Обычно льву удается приблизительно одна охота из семи Охотиться парами куда более эффективно Семья бородавочников с малышами – весьма желанная добыча Львы прячутся в траве и подбираются все ближе Они работают в паре Львы могут развивать скорость до 80 км в час и прыгают куда дальше бородавочников Они не хотят упускать эту добычу Гетеныш бородавочника – изысканное лакомство для львов Чем больше охотников, тем больше шансов на успех И жертву можно выбрать покрупнее Когда львы охотятся группой, то в половине случаев охоты удается Обычно охотятся самки Взрослая самка весит столько, сколько два взрослых льва А потому в прайде с ними волей-неволей считаются Буйвол – желанная сытная добыча Львы преследуют стадо на длинные расстояния Буйволы опасны, а потому тактика львов отличается утонченностью Вот передовая коварных охотников Они постепенно окружают буйволов и разделяются Буйвол в три раза тяжелее льва Он вооружен смертоносными рогами и острыми копытами, которыми с легкостью могут уложить льва Несколько львов нападают сзади Остальные отвлекают буйволов, стараясь по мере возможности избегать их опасных рогов и копыт Трое нападают на буйвола сзади, в то время как двое других вцепляются ему в шею и стараются задушить Львиные усы сверхчувствительны к малейшим вибрациям, которые сообщают о том, что жертва перестала дышать, и теперь можно ее отпустить Буйвол умирает примерно 13 минут Львы обычно охотятся ночью Когда спускается темнота, мы видим немного Зато львы видят отлично В темноте у них удивительно острое зрение Для них ночная прерия полна дичи Зато для добычи это коварное время суток Глаза кошек светятся в темноте благодаря особому отражающему слою позади сетчатки Который исполняет функцию зеркала, отражая свет назад к оптическому нерву Сетчатка поглощает каждый доступный лучик света, необходимый в африканской ночи У многих животных есть похожий отражающий слой Глаза зебр и антилоп гну служат в темноте пылающими маяками В темноте кошки видят в шесть раз лучше людей Они также различают цвета, впрочем, в основном синие и зеленые тона КОНЕЦ КОНЕЦ Львы скрываются в темноте и высокой траве Таким образом, у них идеальное укрытие для наблюдения за стадом Стадо беспокоится, не видя хищников, но чуя их близость Теперь они совсем неподалеку, всего в 30 метрах Отсюда львы уже выбирают подходящую зебру и убивают ее Наступает еще один день, и львы отдыхают нежесть в траве И накапливая энергию для следующей охоты Безупречное зрение, вне всякого сомнения, делает львов повелителями саванны Эта кошка-одиночка вооружена до зубов, как и положено убийце В отличие от львов, она не полагается на зрение, чтобы выследить жертву А нюх у нее, как у большинства кошек, не особенно острый Слух Самое надежное оружие сервала Каждым ухом управляют более чем 20 мышц Они, как радары, независимо друг от друга, поворачиваются на 180 градусов Так что одно ухо может быть нацелено вперед, а другое назад Уши сервала особенно велики, а его шеи и ноги очень длинные, чтобы удерживать уши над травой Это помогает кошке улавливать малейшие звуки по всей ее территории Если грызун пошевелился, сервал может услышать это и отправиться на поиски добычи Субтитры сделал DimaTorzok Охотясь, сервал придавливает жертву к земле и впивается в нее смертоносными зубами Субтитры сделал DimaTorzok Уши сервала улавливают звуки отовсюду, в том числе и сзади Его лапы не одинаковой длины, передние длиннее задних, а потому его иногда называют жирафовой кошкой Эта кошка отлично прыгает Благодаря мощным задним лапам она может ловить птиц в ветвях Субтитры сделал DimaTorzok Сервал умелый охотник, более 60% его попыток увенчиваются успехом Переместимся из саванны в дождевой лес Если вы живете в джунглях, нужно постоянно быть на готове Однако если вы хищник, то густой подлесок будет защищать вас во время охоты Эти пекари разыскивают фрукты среди палой листвы в подлеске, пока они не чуют опасности Они необычайно социальные животные Хрюканье не единственная форма коммуникации Кроме этого, они спиной выделяют мускусный запах, чтобы можно было узнавать собратьев по стаду Пекари всегда настороже Их уши и рыло готовы уловить малейшие приближения опасности Однако они не отличаются острым зрением Ягуар весит в три раза больше взрослого пекари Кроме того, у него есть все необходимое для убийства таких свинообразных животных У него мощные, мускулистые лапы и острые зубы Он непревзойденный охотник Кроме того, у него очень крепкие челюсти, самые крупные среди кошачьих Как же 100-килограммовой кошке спрятаться в джунглях? Шкура ягуара Шкура ягуара Его секретное оружие Ярко выраженный узор, казалось бы, выделяется Однако он помогает ягуару без особого труда растворяться в окружающей растительности Незаметность и внезапность его главное оружие Субтитры добавил DimaTorzok Если ягуар не услышит хрюканье пекари, он непременно учует их запах, который ни с чем не спутать Может показаться, что у этой кошки не очень острый нюх Однако пекари выделяют очень яркий запах Ягуар бесшумно преследует стадо, подбираясь все ближе Чтобы преуспеть на охоте, для него очень важно остаться незамеченным Благодаря его безупречной маскировке пекари не замечают приближающуюся опасность Пока хищник не подбирается совсем близко Заподозрив опасность, он не может помочь Пекари начинают волноваться Ягуар стремительно прыгает из засады Острые клыки и пекари здесь мало чем им помогут И потому хищник в мгновении ока может завалить добычу Ягуар получил свое название из языка южноамериканских индейцев Ягуара означает зверь, который убивает свою добычу одним ударом Это очень точное определение Одним ударом лапы ягуар может уложить жертву Он действительно самый опасный хищник в джунглях Следующий молниеносный убийца, охотящийся в одиночку Также мастер незаметности и внезапности Длиннохвостая кошка Проводит большую часть времени в кронах деревьев Быть может, вы считаете, что ночью от хищников можно укрыться на дереве? Однако в то время, как большинство животных в темноте спят Длиннохвостая кошка выходит на охоту Она наиболее активна между часом ночи и пятью утра Она бесшумно крадется по лесу на своих мягких широких лапах Эта кошка создана, чтобы убивать в ветвях деревьев Она необычайно ловко карабкается, что делает ее на вершине дерева непревзойденным хищником У нее невероятно гибкие задние лапы Они могут поворачиваться на 180 градусов При помощи таких подвижных лап Длиннохвостая кошка может свисать с ветки Держась за нее лишь задней лапой Тяжелый хвост этой кошки Это на 70% длина туловища Он выполняет функцию противовеса, когда кошка балансирует на дереве В отличие от других кошек, которые спускаются по стволу дерева задом наперед Длиннохвостая кошка так хорошо держит равновесие, что спускается головой вперед, как белка У этих кошек безупречное зрение в темноте Кроме того, ориентироваться им помогают сверхчувствительные усы Вибриссы Они улавливают мельчайшие вибрации И расположены не только на щеках Но и на губах, подбородке и бровях Вибриссы глубоко укоренены в коже И напрямую соединены с нервными окончаниями, чтобы передавать информацию прямо в мозг А потому длиннохвостые кошки с легкостью карабкаются по деревьям даже в кромешной тьме Этот гимнаст джунглей быстр, подвижен и способен ночью передвигаться через самую густую чащу Так что даже крупные птицы, вроде туканов, не чувствуют себя в безопасности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся в африканские районы Здесь множество добычи и хищников Крупные кошки здесь прятаться сложнее К тому же добыча умеет быстро бегать Гепард – самая быстрая кошка на земле и самый быстрый убийца Он может развивать скорость до 112 километров в час Но зато он должен настигать жертву в течение минуты Или отказаться от погони Как это ему удается? Каждая анатомическая особенность гепарда приспосабливает его к молниеносным убийствам Темные полоски под глазами уменьшают яркость света А потому он четко видит, даже охотясь под палящим солнцем У всех кошек глаза расположены спереди И обеспечивают лучшее бинокулярное зрение среди хищников А потому гепард может одинаково успешно оценивать и расстояние, и скорость Он создан для быстрого бега, и на то есть причина Одна из его излюбленных жертв – это газель А второе – самое быстрое животное в саванне Эти антилопы созданы, чтобы избегать хищников Они могут бегать со скоростью 80 км в час и необычайно проворны Черные полоски на их боках помогают им укрываться от зорких хищников, наблюдающих издалека Однако светочувствительные клетки в глазах гепарда концентрируются по горизонтали Зона сверхострого зрения помогает различать добычу на горизонте У гепарда поджарое телосложение, легкие кости и маленькая голова по сравнению с туловищем Это идеальная форма для быстрого бега Кроме того, у него непропорционально длинные лапы Вытянутые кости лап позволяют развивать особо высокую скорость, покрывая большие расстояния с каждым прыжком Бегущий гепард почти летит Половину времени он проводит в воздухе, не касаясь лапами земли У него особенно мощные задние лапы, они длиннее передних На высокой скорости очень важна сила сцепления К счастью, лапы гепарда рифленые, они напоминают шины автомобиля В отличие от других кошачьих, у гепарда когти не втягиваются, они впиваются в землю Хвост гепарда служит веслом, длиной он примерно как 60% туловища И тяжелее хвоста любой другой кошки На крутых поворотах он действует как противовес, помогая кошке удерживать равновесие Газель убегает зигзагом, зачастую она бежит быстрее гепарды Однако гепард — единственный хищник, способный догнать ее Его позвоночник сжимается наподобие пружины И когда она распрямляется, гепард с силой выбрасывает лапы вперед, стремительно передвигая тело Расслабленные позвонки в сверхподвижном позвоночнике обеспечивают кошке дополнительную силу У гепарда необыкновенно вместительные легкие и очень короткий и широкий носовой ход, который позволяет вдыхать много воздуха Кроме того, у гепарда большое сердце, которое мгновенно снабжает конечности кислородом В моменты напряжения дыхание гепарда учащается с 60 до 150 вдохов и выдохов в минуту Впрочем, даже у этой совершенной кошки есть недостаток Во время бега температура ее тела поднимается до опасного предела Когда гепард бежит, он выделяет неимоверное количество тепла А потому его температура поднимается с 37 до пугающих 40,5 градусов Если такая температура поддерживается дольше минуты, мозг гепарда может серьезно пострадать И так пробежав 300 метров на максимальной скорости, гепард должен прервать погоню Иначе это может иметь фатальные последствия Если газеле удастся продержаться минуту, ей удается ускользнуть Таким образом гепард охотится в половине случаев, настигая свою жертву Быть может, он самый быстрый убийца на земле Однако он начинает свою охоту, подкрадываясь Умение подкрадываться важнее быстрого бега Он подбирается к своей жертве на 50 метров И только тогда приготавливается бежать Таким образом дистанция для бега сокращается до минимума ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гепард – непревзойденный бегун Его неубирающиеся когти мощным ударом сбивают газель с ног И погоня завершена Теперь гепарду нужен отдых, а затем он насладится пойманной добычей Пока гепард отдыхает, леопард бродит вокруг, не интересуясь окружающей его живностью Леопард держит хвост белой стороной наружу Так что животные вокруг знают Он не охотится, и они могут не беспокоиться Леопарды обитают на деревьях Они выслеживают свою добычу сверху и возвращаются наверх, чтобы пообедать Когда становится темно, леопард спускается вниз и отправляется на охоту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот мастер незаметности – одинокий отшельник Леопард – настоящий специалист по засадам Он подбирается к своей добыче как можно ближе А она и не подозревает об этом Все кошки инстинктивно умеют подкрадываться Леопард медленно крадется И замечает малейшие движения вокруг Он аккуратно ступает, избегая повреждений растений на своем пути Он бесшумно ставит заднюю лапу точно на то место, где только что была передняя Сокращая количество следов Его глаза прикованы к добыче Леопард подкрадывается, прижимаясь всем телом к земле Как большинство кошек, он убивает жертву, цепляясь ей в горло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леопард словно специально создан для того, Чтобы бесшумно подкрадываться к своей жертве Убив жертву, леопард ловко карабкается на дерево Где он сможет насладиться трапезой И ему не помешают любители падали Для его веса он ловче всех других кошек карабкается на деревья Мощные мышцы головы и шеи позволяют ему втаскивать наверх добычу весом с него самого Эта стратегия срабатывает Львы нередко пытаются отобрать добычу у других кошек И нередко им это удается Сила, ловкость и бесшумность Вот оружие любой крупной кошки Если бы вы хотели создать идеально бесшумного бойца Вы создали бы леопарда Далее вы увидите самую большую кошку на земле Самого мощного убийцу из всех Тигры Самые крупные и тяжелые кошки в мире Они созданы быть сильными Индийский владыка кошачьих Бенгальский тигр может весить до 250 килограммов Огромные лапы поражают жертву Мощные челюсти, оснащенные гигантскими кинжалоподобными клыками Делают его крупнейшим азиатским хищником Полоски тигра, как отпечатки пальцев у человека Двух одинаковых шкур нет Яркие оранжевые и черные полосы Не выдают хищника, как и ягуара А краска помогает ему скрываться среди деревьев И делает его практически невидимым для жертвы Длиннохвостые обезьяны живут стаями до 70 животных И проводят на земле больше времени, чем любые другие обезьяны Тем самым они больше подвержены опасности Почуяв опасность, обезьяны стримглав взлетают на деревья Как правило, обезьяна, которая оказывается несколько медлительнее других Становится добычей тигры Продолжение следует... Единственный азиатский убийца, который крупнее бенгальского тигра Это его сибирский родственник Он весит до 300 килограммов и может быть длиной с автомобиль Эта огромная кошка – самый крупный хищник на суше на сегодняшний день Сибирский тигр неспроста так велик Он массивно сложен, его лапы и плечи оснащены мощными мышцами Что делает его необычайно сильным и помогает справляться с крупной добычей Мягкая шерсть на его лапах смягчает движение Острые когти на лапах втягиваются, сохраняя смертоносность для решающего удара Его полоски бледнее, чем окраска его бенгальского собрата Ведь сибирскому тигру приходится скрываться в заснеженных лесах Сибири Тигр – терпеливый охотник Он бесшумно крадется за своей добычей, если нужно полчаса подряд Только подобравшись ближе, тигр готовится к нападению Его укороченный череп увеличивает разрушительную силу челюстей Смертоносный укус приходится на загривок Огромные резцы в 10 раз длиннее наших вбиваются в позвоночник Гигантские плотоядные зубы расположены так, чтобы сдирать мясо с костей А бугорки на языке тигра помогают соскребать оставшееся мясо со скелета жертвы Все тигры – идеально оснащенные хищники Их массивные тела отлично замаскированы Огромные лапы снабжены кинжалообразными когтями А мощные челюсти – предназначенные для смертоносных укусов Кошки – расчетливые убийцы С мощными конечностями и острыми, как бритва, когтями Маскирующие окраской шкуры и смертоносными клыками Их неоспоримая охотничья техника – скорость, бесшумность, выдержка и внезапность Совершенно очевидно, что кошки созданы, чтобы убивать